Специалисты этой мужественной профессии, спасатели, постоянно стоят на страже, обеспечивая безопасность кубанцев. При любых чрезвычайных ситуациях они готовы первыми оказаться там, где необходимо и помочь нуждающимся. И готовят их в нашем сельскохозяйственном техникуме. В этом учебном году уровень подготовки молодых специалистов должен стать еще выше. Торжественное открытие учебно-тренировочных лабораторий было проведено в Славянском сельхозтехникуме, одном из старейших в крае и единственном на Кубани, где студенты могут получить профессию спасателя. Эта профессия очень востребована, о чем говорит высокий конкурс при поступлении. Поступают сюда лучшие абитуриенты, которые после обучения становятся отличными специалистами. На мероприятие, посвященное открытию новейших лабораторий, приуроченное ко Дню Знаний, были приглашены почетные гости. Глава Славянского района Роман Синеговский отметил, что каждый раз, бывая здесь в техникуме, не устает радоваться его быстрому развитию. Конечно же, очень нужна профессия. И вот те действия, которые сегодня руководитель техникума со своими коллегами предпринимают, участвуют в программах, мечтают и действительно достигают целей, они очень важны. Я хотел бы всем вам пожелать отличных оценок, успехов, удачи и всего вам самого доброго. О важности и востребованности профессии спасателя говорил и первый заместитель министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Ярослав Городецкий. Если нет профессии почетнее, благороднее, чем спасатель человеческой жизни и выручать из беды своих соотечественников, я рад, что вы выбрали эту стезю. Мы всячески стараемся поддержать и помочь организации учебного процесса. Мы ждем вас в наших пожарных частях, в наших аварийно-спасательных отрядах «Кубань-Спас». После традиционного перерезания красной ленты, в котором приняли участие почетные гости и студенты, будущие спасатели провели показательные выступления. Они шли сразу на нескольких площадках. Ребята мастерски показали, как освободить пострадавшего. Это был специальный манекен. И вынести его через узкий тоннель. Особый интерес вызвала транспортировка манекена со дна колодца. Действия студентов отделения техносферной безопасности демонстрировались на специальных экранах при помощи видеокамер. Для отделения начало использования современнейших лабораторий – это очень большой шаг вперед. В этом уверен заведующий отделением. Для каждой специальности свой тренажер, свое обучение, свои навыки вырабатываются. Поэтому все в комплексе надоет и тот профессиональный навык, который пригодится. Колодец, да, он непосредственно новый, в районе такого нет и в крае нет. Башня, башня учебная и пожарная есть. Студенты получили совершенно новые возможности для совершенствования своих практических навыков. Я работал на пожарной машине, одевал боевое оборудование, работал в лабиринтах, на скалодроме работал. Мне это нравится и, во-первых, самое главное – это спасение людей, чем я и хочу в дальнейшем заниматься. Пойти на высшее обучение и продолжить по этой профессии. Я считаю, что нам очень повезло, что нам дали такую возможность совершенствоваться, показывать свои возможности. Возможно, в дальнейшем это нам очень поможет, так как нужна практика, чтобы понять, как работать с оборудованием. Если мы не будем понимать техники, специфики этой профессии, то, соответственно, и работа у нас будет не так идти. Развитие сельхозтехникума продолжается. Деньги, вложенные в оснащение лабораторий, конечно же, окупятся старицей. Молодые специалисты сумеют повысить свой уровень, а значит, все мы окажемся в выигрыше. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».